Погода никак не дает норильчанам расслабиться. Только в четверг сняли штормовое предупреждение, затянувшееся на двое суток, как утром в пятницу его объявили вновь по очень сильному ветру. В течение дня температура воздуха в городе плясала от минус 27 утром до минус 5-10 вечером. Порывы ветра также колебались от 10 до 27 метров в секунду. Видимость на дорогах не превышала километра. Как следствие, на трассе Норильска-Эркан-Лукель ввели временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Кэрканцев доставят домой колонной. Для работников «Надежды» во вторую смену объявили актировку. О доставке ночной смены информацию разместят на справке автоматы на сайте города. А вот аэропорт с утра работал в штатном режиме. Авиапассажиров доставляли специально выделенными автобусами. В выходные дни погодные качели не остановятся. Метеопорталы обещают в субботу до нуля градусов. А в воскресенье вечером уже до минус 20. И ветер от 13 до 23 метров в секунду. Если погоду под контроль не возьмешь, то коронавирус пытаются, несмотря на попытки вбросов неправдоподобной информации. Так Минздрав края сегодня опроверг распространяемую в соцсетях информацию о смерти от коронавируса в регионе. Ведомство уверяет, что в крае не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Тем более летальных исходов. А вся иная информация является фейком. Минздрав призывает пользователей соцсетей не распространять недостоверные данные. Напомню, подобный фейк был запущен еще в январе и в Норильске о якобы 20 заболевших, помещенных в инфекционную больницу. Точные данные о ситуации ежедневно публикуются на сайтах Краевого Минздрава и Роспотребнадзора. Тем временем, чтобы не допустить на территории страны распространения инфекции, Минздрав России рекомендовал регионам сократить количество массовых, деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. В связи с этим Норникель решил отменить запланированный в Норильске на 21 марта благотворительный матч с участием команды «Легенды хоккея» и городской команды «Ночной хоккейной лиги». Идем далее. В квартире в Валенках, несмотря на работающие отопления и дополнительные обогреватели. В такой обстановке жительница Толнаха живет уже 8 лет с тех пор, как купила квартиру. И все это время она пытается решить проблему, причина которой в пустующем помещении бывшего магазина, расположенного прямо под ее квартирой. Егор Тулновский разбирался в проблеме. Глядя на недавно отреставрированный фасад этого дома на Таймырской 26А, сложно представить, что кто-то из жильцов может быть чем-то недоволен. Источник проблемы скрыт за снежными завалами. Первый этаж здания, отведенный под магазин, пустует уже более 10 лет. Отопления нет, потолок и стены в дырах, а на полу ледяной покров. В результате жильцам второго этажа с наступлением холодов приходится даже дома ходить в теплой одежде. Это вот то, в чем хожу я дома. То есть вот это у вас домашние тапочки, да? Да, я прошу прощения, но вот да, в этом я хожу. А вот это? А вот это мне на Новый год подружка подарила, я в них тоже хожу дома. Видите, вот протоптана, но не это. Потому что реально холодно. То есть это домашняя область? Это домашняя, да. Слесаря тут приходили, тоже смеялись. Хорошие тапочки. Сама Меланя Федоровна хоть и относится к ситуации с юмором, но порой ей бывает не до смеха. У женщины инвалидность, больна остеопорозом. Заболевание, при котором категорически запрещено переохлаждаться. С холодом в квартире борется с самого переезда. Пол перестелила и утеплила, но эффекта нет. Были холодные полы, и понятно было, что из-под полов дует. Мы пытались тут утеплить, зашить, но, как говорится, оказалось потом, что это из-за того, что на первом этаже пустующее помещение, оно заброшенное. Окна там не были закрыты, стекла побиты были. И поскольку там не было отопления, из-за этого у нас, естественно, полы были очень холодные, дуло по ногам. Сейчас от постоянно гуляющих по полу ледяных ветров хоть как-то спасает несколько слоев теплых ковров. И дополнительные обогреватели, установленные в каждой комнате. Управляющая компания о проблеме знает. Вот только это уже три года, как не их забота. Приходил мастер, замерял температуру. Сказал, да, у вас... Он ходил тут в носках, поэтому очень сразу ощутил, что очень холодно. Говорит, тут без измерений понятно, но, говорит, это все из-за того, что там внизу холодно. Они мне прислали ответ, в письменном виде я попросила, вот, что они не несут ответственности за это помещение. Вот, ответственный о Норильск-Ремстрой господин Савин. Вот, что якобы летом они... Написали мне тут, что летом они будут делать тут какие-то ремонтные работы и будут запускать отопление и все. А благородить помещение, подключить отопление должны были еще в прошлом году. Но, увы, ремонт в будущем магазине одной из крупных городских сетей так и не начался. Новые владельцы и рады бы приступить к восстановлению помещения и дать отопление, что сразу бы решило все проблемы. Но торговая площадь, по словам представителя фирмы, оказалась сюрпризом. В общем-то, проблема возникла с отоплением, вот, как раз с подключением отопления. В части ЖЭК со своей стороны не дал нам подключиться, хотя НТЭК нам согласовал точку подключения здесь внизу, прям под домом. Но с учетом того, что диаметр трубы фактически не соответствует по документам, он для, ну, в общем-то, для защиты жильцов не разрешил туда врезаться. Ну, он прав, он прав. Ну, говоря, если вы врежетесь, все остальные замерзнут. Да. Ну, будет очень плохо. Замерзнуть, может, не замерзнуть, но будет плохо. 15 лет назад, когда магазин, находящийся в этом помещении, закрылся, его отрезали от системы отопления, а подводную трубу заменили на меньшую диаметром. Вернуть все на место самовольно новые владельцы не имеют права. А кто именно это должен сделать сейчас, между собой выясняет коммунальная служба. Должна быть приходить труба 150-я по документам. А ее здесь нет такой 150-я. Соответственно, мы врезаться сюда не можем. Мы как бы скандалить не хотим, ничего не конфликтовать не хотим. Вот в НТЭК обращаемся тоже. То есть, почему так произошло? НТЭК, МОПКОС, и вот ЖЭК, и вот пока. Ну, а пока решается вопрос с отоплением, представители организации показывают, какую именно работу они проделали, чтобы в квартирах на верхнем этаже потеплело. Как бы чувствовать за собой вину, хотя вроде как бы нас никто не обязывает, но решили бабушке помочь. Вот. Мы взяли, и под ее квартирой с большим запасом везде, вот здесь, вот здесь, утеплитель. 10 сантиметров утеплителя сделали, что соответствует по теплопроводности, если мне не изменяет память, 75 сантиметров кирпича. Контейнера, которые сюда возят, контейнера с продуктовыми питаниями, открыты на суднах ледокольного класса. Они вот как раз отделены вот этим утеплителем и не замерзают. Но, по словам замерзающей, теплее в квартире от этого не стало. Владельцы помещения разводят руками. Все, что могли, сделали. Уверяют, что они с женщиной в одной лодке. Ведь без отопления нет и магазина. А значит, и упущенная прибыль, и затраты на аренду. Надеются, что к лету решат этот вопрос, и тогда смогут приступить к ремонту. И первым делом, конечно, будут утеплять помещение. Егор Туновский, Вячеслав Матвеев и Артем Смирнов. Новости северного города. Впрочем, нашей героине еще повезло. Ей есть с кого спрашивать. А ведь в городе немало подобных пустующих десятилетиями помещений. Вспомнить хотя бы дом на Металлургов-1, где жильцы оказались в похожей ситуации после того, как оттуда съехала организация. В прошлом году подобные помещения пытались раздать предпринимателям под льготную аренду. Но пристроить удалось немного. Уж больно дорого обойдется ремонт. Северный город постарается разобраться в ситуации, сколько таких объектов сейчас, в каком они состоянии, кому предъявлять претензии, если по соседству оказалось замороженное до лучших времен помещение, и кто должен отвечать за дискомфорт соседей. Теперь к теме, что пробегает по городу на четырех белых и пушистых лапах. Нашествие песов на Норильск продолжается. Пользователи соцсетей активно делятся видео и фото полярных лисиц, которых они застали за воровством из мусорок или прогулкой по двору. Куда же идут они, и что делать, если такой сосед обознавался под вашим домом? Давай так брошу, да? После таких кадров даже не удивляешься, откуда в городе столько песцов. Ведь любое животное идет на еду. Новые фотографии и ролики о приключениях полярных лисиц в Норильске выкладывают в соцсети с завидной регулярностью. И если люди не прикормят, зверьки найдут чем поживиться. Например, в мусорке. Натыкаются на песцов в неожиданных местах. Этот забежал в здание аэропорта. Этого почти приручили работники местного предприятия. Этот встретился в городе. Во-во-во, прям близко около меня. А вот двор Ленинского проспекта 48. До ближайшей тундры минимум 10 километров. Мимо торгового центра, через проезжую часть и множество маленьких магазинов сюда каким-то образом тоже добрался песец. Жил он здесь пару месяцев, пишет нам наш зритель. В нем не выходил, только когда стемнеет. Есть ли возможность поймать его и вывезти? Многие могут сказать, ничего удивительного, живем на севере, тут этих песцов тысячи расплодились. И правда, в наших краях это зверек нередкий. Но песец не голубь, он дикий, не городской. Как и волк. Такого гостя в 2017 году никто спокойно не воспринял. От волка пострадали несколько человек и погибла собака. Пришлось пристрелить. Волк, который несколько дней держал в страхе город и которого неделю назад застрелили бойцы Росгвардии, был бешеным. Экспертизу проводили красноярские ветеринары. Образцы для анализа и мы отправили сразу после отстрела хищника. Песцы тоже переносят бешенство и ревностно охраняют свою территорию. Поэтому стычек с собаками не избежать. Так что если во дворе объявился сосед симпатичный, пушистый, но дикий, стоит насторожиться. Мы спросили в территориальном представительстве Минэкологии, куда звонить в таком случае. Наши полномочия распространяются на охотничьи угодья. Общедоступные, закрепленные. А в черте города уже полномочия министерства заканчивается. То есть обращаться нужно в органы полиции. В случае обнаружения бешенства, значит, ветеринарную службу на отстрел и исследование. А если песец не бешеный, он так и останется жить во дворе? Ведь служба не занимается отловом диких зверей. Можно позвонить местным охотникам и за определенную сумму договориться о депортации в тундру. Но будет ли смысл? Знаю песцов, знаю животных. Если он уже повелся на свалку, он уже не будет никого ловить, ему неинтересно. Тем более в тундре сейчас очень много снега и пищу. Они же не просто приходят в город. Очень много снега, очень двердо насто. Им очень тяжело охотиться, отбывать себе пищу. Поэтому я работаю за городом на Рилке. И в день езжу по 5-6 раз в город обратно, в город обратно. За эту осень, зиму, ну я их видел сбитых на дороге, десятка три, наверное, а то и четыре. Каждый день по 3-4 песца раздавливали. Они перебегали через дорогу, потому что они все тянулись в город. Они все хотят легкой еды. Здесь любой согласится. Песцов жаль, но так выглядит естественный отбор. И все, что может сделать человек, не подкармливать диких зверей и утилизировать пищевые отходы. Василий Самотюшкин, Геннадий Зверев. Новости северного города. И с небес на землю. На замену дням швейцарской культуры в Норильск пришел польский взгляд на драматургию. В Маяковке стартовала полярка, театральная лаборатория. Граждан ждут эскизы новых пьес, встречи с критиками, авторские читки и выставка. Полярка проводится в самом Северном театре уже в четвертый раз под руководством Олега Лаевского, одного из организаторов «Золотой маски» и «Реального театра». Жги, Семенович! Зажжение лампочки Семеновича – это зажжение творческой идеи полярки, яркой и стремительной. Также стремительно всего за несколько дней наши артисты и приезжие режиссеры поставят эскизы пьес и вынесут их на суд критиков и зрителей. Понравившиеся постановки войдут в репертуар Маяковки. Сценарии прилетят к нам из Польши. Восьмую театральную лабораторию посвятили современной польской драматургии, а заодно связали с историей города, подготовив выставку о польских заключенных в Нориллаге. В творческой лаборатории будет звучать и музыка. В субботу для норильчан сыграет старейшая российская группа «Поперный там» – артиста и поэта Алексея Поперного. Полная программа лаборатории на сайте театра. Полярка завершится 15 марта. А в клубе «Ликтория» обогатительная фабрика, организованного нашей медиакомпанией, поддержанного Норникелем, прошел показ самых ярких рекламных роликов о любви и женщинах, об их причудах и печалях. Не так просто уместить остроумную историю в хронометраж из нескольких минут, но авторам роликов из коллекции лучшей мировой рекламы ABC Show это удалось. Притягательная обманчивость, стоящая загадку. В этом ли не кроется женская прелесть? По крайней мере, такой вопрос задают себе пиарщики, срывающие призы на «Каннских львах» – престижной премией для производителей рекламы. В подборке от проекта ABC Show на обогатительной фабрике представили лучшие из них. Все 48 – о женщинах. Ролики, которые мы смотрим, это шедевры. Это мини-фильмы, которые сняты знаменитыми режиссерами. Эти работы получили награды на ведущих мировых фестивалях. У каждой есть свой колорит, то есть азиатская реклама, она все равно выглядит по-своему европейская, американская, латино-американская, не отличается. Но, тем не менее, это понятно каждому. Эти эмоции, которые они вызывают, это понятно всем. Жареные? Они же очень жирные. Ты же знаешь, я на диете. Так и знала. Как всегда, ничего не помнит. Ага, на диете. Что же мы тогда делаем в отделе закусок? Больше всего понравился ролик Кинзо, что женщина всегда разная. Где натанцевала, где нашла, где навоевала, где наменялась ежесекундно. Какой ролик запомнили больше всего? Где парни с девушками у них не были, и ничего у них не получилось. А почему он вам запомнился? Ну, потому что в жизни такое часто бывает. Дорогой, будь более внимательным. Губная помада. Я дам тебе подсказку. Брай! Последняя попытка, дорогой. Короче. Короче? Угадал. Ты имеешь в виду мою прическу. Подобные вечера на обогатительной фабрике не редкость. У норильчан еще будет возможность оценить ролики, которые и рекламой сложно назвать. А вот короткометражным фильмом вполне. Василиса Матюшкина, Геннадий Зверев. Новости северного города. Здравствуйте. Сегодня на форуме «Город это мы» мы беседуем с руководителем загородного комплекса «Горизонт», с Алексеем Лубко. Мы корреспонденты медиашколы в Заполярье. Арина и Дарья. Расскажите, как зародилась именно идея, как зародилась сама команда, которая начала ее воплощать? Идея зародилась в 2014 году. До меня в этом проекте коллеги пытались реализовать спортивный комплекс по стенде «Васильбет», олимпийский вид спорта. Но понимая специфику Норильска и погоды, понимала, что комплекс не будет должным образом работать, будет пустовать хорошая полезная площадь по земле. И после того, когда меня пригласили в команду, мы эту идею докрутили, доработали, и получилась вот такая вот полноценная инфраструктурная площадка, где любой горожанин может прийти отдохнуть, либо получить услугу. Но и после того, когда какая-то идея уже была придумана, и на клубе социальных предпринимателей я попросил людей, кто готов поддержать меня. И это мы начали делать еще до строительства, где-то примерно за полгода. Мы как минимум один раз в месяц собирались, обсуждали, прям штурмовали различные вероятности развития базы. Ну, допустим, контактный зоопарк, то есть какие животные можно, какие нельзя, и некоторые идеи, то есть пока в планах, и, может быть, будут тоже реализованы, ну, то, что касается контактного зоопарка. Вы реализовывали, выиграв конкурс мирных возможностей. Каким требованиям должен, например, отвечать проект, чтобы участвовать в подобном конкурсе? Вот смотрите, есть проекты, которые, ну, они разные по масштабу. Наш проект очень объемный, большой, то есть и без проведения маркетинговых исследований или поддержки градообразующего предприятия, администрации, к таким проектам никогда не приступают. И получается, как раз, когда только зародилось, ну, то есть недавно агентство развития Норильска, я подошел к Сергею Ваганову, к одному из заместителей руководителя, и попросил подсказать или направить, где можно получить поддержку, кто может направить нам на правильный путь. Вот, и мне направили в программу мира новых возможностей, курс социального понимательства, где в том числе обучают, как-то дорабатывают и по итогу могут выдать займ. Соответственно, мы эту всю школу прошли, получили займ, соответственно, с ним уже работали. Какая у вас была изначальная база, с которой вы пришли? Чисто судей? Ну, не совсем. У нас на тот момент уже была территория, у нас уже был заключен договор аренды с администрацией на аренду данной площадки. Мы уже начинали прорабатывать технические возможности подключения к электросетям, теплосетям, исследовали саму возможность строительства, ну, то есть, на свой взгляд, смотрели, как меняется рельеф в различное время года, зимой, летом и так далее. На стадии проекта чем вы вдохновлялись? Что вам помогало идти дальше? А, ну, это же боль. Я же норильчанин. Для меня боль, что мало мест для отдыха, мало мест для семейного отдыха. У нас есть куча примеров похожих баз, да, которые уже просто морально стали, да, то есть, невостребованные, либо они старые, их посещают, потому что, ну, просто негде, да, побывать. Опять же, там определенный лимит по квотам. И, то есть, ну, постоянно несправедливость. Я не работник заполярного филиала, у меня нет возможности получить путевку туда. И получается, что я хотел, как минимум, решить свою потребность и решить ее таким образом, чтобы, когда это мне не надо, это могло пользоваться спросом. Ну, то есть, тут идея, то есть, и для себя в том числе. И весь набор там услуг, которые есть, я понимаю, что, допустим, он для меня будет актуален. Снегоходы, ватрушки, стендовая стрельба, летний парк, весельные лодки и так далее. То есть, это все в том числе интересно мне. Ну, я думаю, интересно будет и всем остальным. Да, я думаю, это всем интересно. Нам действительно этого не хватало. И это вдохновляло, то есть, ну, это для себя же делаешь. Поэтому новка, оно и сейчас вдохновляет. У нас планы до 2024 года по развитию, поэтому мы, у нас большие планы, как бы... У вас же уже застроена основная территория, как я понимаю. Не, мы не то, что будем прям массовая застройка. Имеется в виду, что мы облагородим участок, мы поможем природе возродиться, посадим новую растительность, сделаем экотропы, сделаем площадки, где могут просто люди приехать, может быть, там, позаниматься йогой, к примеру, или на них же потанцевать. Или возле озера, там, ну, пообщаться с любимой девушкой. То есть, ну, вот или встретить, или посмотреть, как будет северное сияние, да, то есть, надгорно, потому что горизонт – это вообще название... Ну, на этом месте раньше была тоже база отдыха. Она называлась база отдыха горняков «Горизонт». То есть, ну, по определенным причинам ее не стало. Она превратилась в свалку, в мусорку, как ее там можно называть. Вот, вообще, то есть, само название горизонта, но, как бы, не просто так, потому что там площадка, с которой ты видишь, в принципе, все горы Норильска, и очень удобное место для того, чтобы увидеть северное сияние. А как вы заранее предположили, что именно это будет востребовано в Норильске? То, что это именно то, что нужно городу? Слушайте, ну, в бизнесе это называется маркетинговое исследование. Мы поступили следующим образом. Мы взяли одну из популярных баз, которая, ну, на самом деле, хорошо работает. Мы приезжали в различное время года, то есть, там, зима, лето, осень, когда праздник, когда будни, когда метет или когда очень холодно. Мы, то есть, снимали метки для себя. Сколько людей приехало, какого возраста, в какое время они приехали, были ли они с сумками, то есть, мы много меток снимали и снимали загруженность. То есть, это легло в обоснование загруженности нашей базы. Но в нашем случае мы должны запустить проект, он должен быть по-любому приносить деньги, чтобы он этими деньгами смог себя содержать, потому что инфраструктура очень большая, труднозатратная, и чтобы все люди, которые участвовали в этом, они получали за это зарплату. То есть, это чтобы это не было, там, приходить, там, в бюджет или в Норникель и каждый раз просить деньги, давайте что-то сделаем, она умирает или она разрушается, надо с ней что-то сделать. То есть, база должна существовать, она свои же деньги. А вот в Норильске планируют особо развивать туристическую сферу и даже разработали уже свой бренд арктический. И получается, что вы свое дело начали до мейнстрима. Наша первоочередная задача – это мы должны закрыть потребность норильчан. И если, допустим, наши коллеги, которые там отправляют в туры на Плату, Путорана и другие заповедные зоны, решают эту потребность, мы решаем потребность в более локальных путешествиях, на которые не требуется иметь какую-то специальную подготовку. То есть, это все локально и тоже интересно, оно зрелищно, потому что очень много мест, которые мы в том числе покажем, и потом норильчане будут использовать для семейного отдыха самостоятельного, то есть, где не требуется, там прям вот супер-пупер подготовки. Спасибо большое за интервью, Алексей. Пожалуйста. Мы желаем продуктивности и развития вашему комплексу. Еще раз спасибо. Приятного гостя. Вот это как. Спасибо. Днем в городе облачно, небольшой, мокрый снег. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду с порывами до 18-23 метров. Температура в городе минус 1, плюс 1, в окрестностях плюс 1.